Сегодня экологам удалось найти автора фотографии, который уже завтра должен вывести инспекторов на место сброса снега. Более того, автор обещает тоже участвовать в расследовании. В следующий раз он намерен снять факт на видео, чтобы инспекторы смогли найти нарушителя по номерам автомобиля. С Голубого озера инспекторы срочно выехали на улицу Левченко. Казанцы сообщили об очередном факте сброса снега. На этот раз тревожный сигнал поступил из московского района. Первый год сегодня на той стороне завалили еще. А здесь вот как стала дорожная служба московского района, они с Кировской вместе, и вот стали снег здесь сваливать. Все, что находится за моей спиной, это санкционированная снежная свалка, согласованная с управлением Роспотребнадзора. А что мы наблюдаем сейчас дальше, это несанкционированное место складирования снега. Нарушители не довезли снег до официальной свалки всего несколько метров. Сначала это был один КАМАЗ, а сейчас свалка достигла угрожающих масштабов. У нас в каждом районе есть ответственный инспектор, и не только он. Вот у нас, я уже, как отмечаю, у нас ежедневно проводятся рейдовые проверки вот этих, злосчастных мест, так скажем, несанкционирование размещения снега. Как говорится, пресекаем и привлекаем к ответственности, которая нарушает данную помощь. Инспекторы будут расследовать оба факта сброса снега. Нарушителям предстоит заплатить крупный штраф до 500 тысяч рублей. Экологи регулярно выезжают в рейд и проверяют каждый тревожный сигнал. Последний раз им удалось поймать преступника за руку в поселке Салмачи. Всего же за эту зиму инспекторам удалось обнаружить 18 несанкционированных снежных свалок. Андрей Трофимов, Айгуль Незамудинова, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.